Екатерина, здравствуйте! Проверяю ваше домашнее задание. Да, действительно, те моменты, которые вы пометили, там имеется точечка. Как это проверить? Смотрите, у вас не может получиться здесь прямая линия по той простой причине, что вот здесь есть дополнительная точка. Вот если в слои зайти, видите, если я ее удалю и сделаю как у вас, то тогда линии выровняются, поэтому все правильно вы пометили. Да, действительно, есть такой момент, что там лишняя точка в одном месте и во втором. Все остальное у вас, я смотрю, получилось. Нижний ряд, он самый сложный. Давайте я уберу. Здесь тоже есть точка, вот сейчас я ее покажу. Вот, видите она? Если ее удалить, то у вас все получается ровно. Так, и нижний ряд хорошо тоже получился. Ну, немножечко здесь дуга отошла, это нормально. Это в пределах доступа. Да, здесь нужно посмотреть с альтом, действительно растянуть, чтобы все получилось. Это такой тренировочный момент по перу. И если в чем-то сомневаетесь, возьмите, сделайте это задание еще раз. Там нижний ряд еще раз пройдите. Для того, чтобы убедиться, что вы хорошо рисуете и понимаете, как работает перо. Как делать прямые линии, как замыкать, то есть прийти в ту же точку, с которой начали. Как делать вот эти все кривые. Ну, здесь это вольные кривые. Вы можете рисовать непосредственно то, что вам нужно. Мы говорим про эскизы, да, поскольку у нас курс посвящен дизайну одежды. То мы будем рисовать именно эскизные части. Что касается вашего еще одного вопроса про то, что можно ли сэкспортировать с прозрачным фоном, буду сейчас ругаться. Мы с вами делали отдельный блок. Он у вас назывался экспорт. И в этом блоке я вас просила сделать три разных экспорта. То есть это когда у нас идет экспорт на белом фоне с монтажной областью, экспорт на белом фоне без монтажной области и экспорт в формате PNG с прозрачным фоном. Вы это должны были делать и должны были запомнить. Раз не запомнили, ай-яй-яй, надо повторить этот урок. Вот смотрите, у меня есть мой цветочек. Ну, неважно какой объект, да, вы можете нарисовать любой. Соответственно, это просто контур, у которого нет заливки. Я хочу взять этот контур и сделать из него вот такой бесцветный цветочек, только контур перенести в фотошоп. Я говорю экспорт, экспортировать как? Выбираю, ну, допустим, рабочий стол. PNG. Нужна мне сейчас монтажная область? Да нет, не нужна. Экспорт. И вспоминаем, что вот здесь у нас есть прозрачный. Говорим ОК. И что я в итоге получаю? Сейчас я вам покажу. Вот он мой цветочек. Открою его с помощью, ну, давайте фотошопа. ОК. Вот у меня получился цветочек с прозрачным фоном. Мы с вами это делали. Пожалуйста, либо еще раз повторите данное задание, либо посмотрите его еще внимательно и задайте мне вопрос, если вы что-то не поняли. Мы это смотрели в самом начале, когда учились открывать, сохранять, а потом экспортировать. Если еще будут вопросы, пишите, буду рада на них ответить. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok